К другим темам. Выезды на место преступления, судебные заседания, рейды и работа с обращениями граждан. В России отметили День работника прокуратуры. Чем насыщены будни тех, кто носит погоны, расскажет Татьяна Улищенко. Если будут выявлены какие-то нарушения, то внесем соответствующие акты прокурорского реагирования, чтобы восстановить ваши нарушенные права. Анастасия Костенко примерила синий мундир полтора года назад. В профессию пришла по стопам отца. Я помню, как папа часто задерживался на работе, приносил много бумаг, работал, читал. Я имела небольшое представление о его работе. Теперь, когда Анастасия имеет классный чин, она в полной мере осознала, насколько сложна работа прокурора. Чтобы быть государственным обвинителем в судах, приходится выступать не только в роли юриста, но и эколога, и финансиста, и психолога. Приходится и жертвовать где-то своим личным временем, приходить на работу в выходные, в праздничные дни. Также это повышенная психологическая нагрузка, поскольку, еще имея малый опыт работы, часто проблему людей принимаешь близко к сердцу. Не просто осваивать тонкости службы и Екатерине Гофман. Выпускница Уральской юридической академии прибыла в прокуратуру Каргатского района по направлению. Сейчас совмещает работу с заочным обучением в магистратуре и планирует защитить диссертацию. Плюсы работы, ну это работа на государство, в первую очередь это гарантии, которые связаны с государственной службой, то есть это стабильность. Мечтаю о том, чтобы нарушений меньше было закона, гражданская ответственность была у каждого человека, чтобы они перекладывали вот эту свою обязанность по поддержанию законности в обществе на других. В первую очередь отвечали за свои действия. Коллеги-наставники помогают новичкам с советом и своим примером, так заместителя прокурора Наталью Юрахно в честь профессионального праздника и за безупречную службу наградят знаком отличия за верность закону первой степени. Татьяна Улещенко, Евгений Юрченко, Новости ОТС.